привет друзья просто случайный зритель ну что наконец-то канал набрал 100000 подписчиков для меня честно говоря это очень большое потрясение удивление потому что несмотря на то что пятый год пошел каналу все-таки контент роликов моих видео статей он не развлекательного характера вы все это прекрасно знаете он сугубо практический иногда немножечко теоретический мало кто любит особенно из тех глупеньких детей которые сидят в интернете смотреть что-то действительно полезное больше хочется чего-нибудь развлекательного да что греха таить я сам если есть время частенько смотрю в интернете какие-нибудь смешные развлекательные передачи типа квм рассмеши комика часто смотрю научно-познавательные сейчас слава богу очень много интересных каналов научных рассказывающих по простому языку на те или иные темы абсолютно на любые от биохимии до космических тем что не может не радовать и конечно же меня радует что нас сто тысяч это говорит о том что есть еще думающие люди есть адекватные люди есть люди которые хотят разбираться что почему зачем и как нужно делать ведь основная цель моего канала и задача моя была когда я его создавал четыре года назад это делиться своим накопленным опытом в первую очередь практическим теоретиков сейчас очень много я сам частенько читаю теорию потому что знания нам нужны но не забывайте что знание я не всегда есть понимание я уже приводил пример примеру еще разочек повторю это все мы знаем что нужно чистить зубы да но мало кто делает это правильно и основная ошибка в том что люди зная что зубы нужно чистить после еды по утрам чистят зубы до еды что на мой взгляд просто полнейшая глупость а стоит включать мозги чуть-чуть и ты поймешь что утром нужно встать почистить язык умыться прополоскать рот поесть а перед тем как пойти на работу в школу или в институт почистить зубы вот это будет грамотно но кто так делает мало кто также друзья все-таки нужно понимать что останавливаться на достигнутом никогда не стоит никогда не стоит думать что ты самый умный что достиг какого-то пика вершины как только человек начинает думать что он суперзвезда человеку нужно обращаться к психологу как минимум а лучше сразу психотерапевту да действительно все мы с вами одинаковые люди я уверен что знаний у большинства из вас гораздо больше даже чем у меня я не претендую не на какие суперзнания я стараюсь те знания которые у меня есть практически опыт проводить через призму логики здравого смысла и доводить все это до вас вот еще один супер пример того что никогда нельзя думать что все ты поймал жар птицу мы вы знаете что я играю еще любительской американской хоккейной лиги я вратарь мы четыре раза выигрывали кубок ну если говорить конкретно обо мне я выигрывал кубок четыре раза в разных либах в самой низкой один раз два раза в средней один раз высокой есть еще самая высокая лига но я там играю очень редко по приглашению только потому что уровня мастерства моего еще не хватает но смысл не в этом смысл в том что в средней лиге где мы играем поделено на несколько дивизионов и мы играем сейчас нашей командой в связи с тем что от нас в прошлом сезоне ушло много игроков американцы постоянно переезжают из штата в штат у нас был немножечко недобор по защитникам но неважно смысл в том что мы играли в самом низком дивизионе который играет между собой а когда доходит дело до плей офф нужно опять таки пройти все команды своего дивизиона для того чтобы выйти в плей офф как в принципе как и везде пройти конференцию свою выиграть и ты получаешь право сыграть за кубок мы сделали это в этом сезоне получили свое право играть за кубок конечно были все настроены на очень серьезную борьбу потому что играть пусть даже как показала практика этого сезона что мы оказались в своем дивизионе самими сильными но мы также были вынуждены играть против самой сильной команды другого дивизиона более сильного дивизиона и ко всему же они пригласили вратаря не знаю почему может быть ихний вратарь заболел или уехал куда-то причин много но это правилами позволяет из высокого дивизиона самой лучшей команды я знаю потому что играл часто против него и что вы думаете началась игра мы первые два периода сыграли просто шикарно выигрывали 4-1 играли рубились за каждый кусочек льда но видать когда мы уже все и я в том числе почувствовали что кубок у нас начался третий период 4-1 куда уже казалось бы да мы не выпустим удачу из рук короче по итогам мы проиграли 4-5 и казалось бы действительно негативно да все я в этом тоже нахожу позитив хотя уже вот несколько дней все равно расстроен анализирую свои ошибки понимаю где я мог бы сыграть лучше как нужно было бы сыграть но все таки это большой шаг мы получили право во первых будем играть теперь в этой же лиге но поднимемся на дивизион выше но все равно друзья как так два периода 4-1 и по итогу 4-5 молодцы другая команда вот это действительно воля к победе хотите или что никогда не сдавайся нельзя опускать руки ребята молодцы дожали добили и в итоге победили поэтому друзья тоже никогда не думайте что вы знаете все чего-то достигли вы пишите мне вопросы на все возможные темы мне конечно это приятно многие вопросы а большинство из них я естественно не знаю иногда даже никогда не слышал если что-то мне интересно по-настоящему и есть время я изучаю их пытаюсь разобраться по крайней мере из той информации которая доступна сейчас ее очень много и потихонечку потихонечку если прихожу к пониманию от того знания которое получу я делюсь его с нами с вами но друзья это не значит что я знаю все я уверен что я знаю очень мало я этого прекрасно осознаю и понимаю и поэтому мне всегда хочется вникнуть во все вопросы точно так же как и я пытаюсь рассказать вам почему к примеру нельзя выполнять упражнения гильотина почему нужно тренироваться 50 минут если ты натурал почему важно в первую очередь чтобы были натренированы ноги и спина и все все это вы прекрасно знаете уже лучше меня о чем контент моего канала я пытаюсь преподнести вам как удочку не как рыбу если давать просто пищу то человек расслабляется и не хочет думать самостоятельно если давать человеку удочку чтобы он понимал как что работает тогда человек развивается тогда человек хочет сам ловить себе рыбу и добывать себе пищу это может быть не совсем точные аналогии но по крайней мере описывающие то как я хочу чтобы развивался канал и благодаря вам друзья тому что вы задаете мне вопросы а последний год наверное весь в основном я делал ролики по вашим просьбам вопросам помогаете мне развиваться и даже видя все мои советы рекомендации со многими не соглашаетесь конструктивно мы с вами дискутируем присылаете свои видеоролики те люди которые берут на вооружение мои рекомендации и советы тоже пишут самое конечно большое мое достижение за что мне действительно берет гордость мне стыдно это то что я смог сам преодолеть проблемы с межпозвонковыми грыжами и протрузиями и самое главное что я начал делиться со своими друзьями им стало помогать я стал делиться через интернет через youtube через все свои соц сети и пошел огромный огромный обратный поток положительной информации от людей которые уже отчаялись не то что тренироваться а жить без боли вот это действительно за это действительно берет гордость потому что помогаю людям многие люди возвращаются к тренировкам к приседаниям к становым тягам благодаря мне многие поняли что приседания не вредны а наоборот опасны вредны те горе фитнес-тренера которые пытаются нам внедрить в голову что приседать это вредно что начинать путь в бодибилдинге с тренажеров это не то, что вредно это не хочу ругаться вдруг дети смотрят в общем-то очень нехорошее ругательное слово если ваш тренер говорит вам это то он вот это нехорошее ругательное слово. Очень много было за эти четыре года интересных различных ситуаций, хейтеров, но постепенно все хейтеры куда-то отсеялись. Не знаю, может быть, перестало им интересно быть в нашем с вами движении, никто на них не обращает внимания, и они как опухоль засохли, сгнили и отпали просто. Иногда обидно, есть, остался один хейтер, вы его тоже знаете, ДЖ, привет ему большой, он иногда заходит, оставляет комментарии. Судя по всему, он не смотрит даже видеоролики, но просто, как делают все тролли и хейтеры, срет в комментариях, потому что, если бы человек смотрел видео, то, ну, зашел максимум одно-два видео, посмотрел, да, оставил свой негативный комментарий. Но я не против, комментариев, которые критикуют, конструктивно критикуют, но я не понимаю комментариев, которые просто вот, да, ролик говно, о чем говорит это, не раз уже говорил, да, обсуждали мы с вами, что это говорит просто о том, что написал какой-то дурачок, местный деревенский дурачок, долбоебик, если хотите, человек сам просто расписывается, характеризует себя, ну, смешно просто, скорее всего, это делают дети, я думаю, что взрослые люди более адекватные, но хотя бы хочу в это верить. Очень приятно, друзья, что нас 100 тысяч, и заявляю это абсолютно осознанно, и я думаю, вы согласитесь с этим, что на нашем канале самые грамотные, адекватные люди, люди, которые хотят тренироваться, которые тренируются, хотят понимать основные принципы тренинга, натурального тренинга в первую очередь, и идут пошагово. Пошагово вместе мы развиваемся, только так можно делать действительно полезный контент. Вы знаете, у меня нет всевозможных тупых заруб, если я и предлагаю какую-нибудь зарубу, то это заруба только в тестовой тренировке, и очень много людей уже прислали свои варианты, и вот тот, если ты молодой парень, посмотри, как многие девчонки в тестовых тренировках сами подтягиваются, отжимаются от брусьев, а если ты не можешь подтягиваться, но критикуешь других людей, что это все ерунда, ну, стыд и позор тебе. Если ты, парень, не можешь подтянуться 5 по 10, стыд тебе и позор. Если ты не можешь отжаться 5 по 20 на брусьях, вообще просто лошароты. И даже обсуждать это смешно. Люди, которые пытаются там в жиме лежа показать какие-то результаты, они могут отжиматься, не могут подтягиваться, но мастурбируют свои бицепсы этими гантельками. Что может быть смешнее? Друзья, давайте дальше также двигаться вместе, развиваться. Предлагайте свои темы, задавайте вопросы, снимайте свои видеоролики. И это очень интересно, в первую очередь, и мне и многим другим людям. Как вы тренируетесь? Каким принципом вы придерживаетесь? Какие рекомендации и советы от меня вы используете? Особенно, друзья, снимите ролики те, кто получил рекомендации по оздоровлению своего позвоночника. Кто прошел этот путь и также восстановился, приседает. Вы просто должны это сделать, как знак благодарности каналу. Но, в первую очередь, для того, чтобы люди, представляете, сколько людей еще в мире страдают подобными проблемами. И это нужно делать для того, чтобы человек посмотрел, научился и знал, как, что нужно делать. Чтобы он уберег себя, возможно, своего ребенка. Если это тренер, он будет знать, как уберечь своих подопечных от того, чтобы не появилось таких проблем вообще. Или если есть такие проблемы, как тренироваться? А тренироваться ведь нужно обязательно. Так что, друзья, спасибо еще раз вам огромнейшее за то, что вы все это время с нами. 100 тысяч. Ни одного накрученного подписчика. Ни одного. Что подтверждает и YouTube. Я, жена подала запрос на серебряную кнопку, объяснили, как это все делается. Единственное, говорят, что это иногда занимает очень много времени. Так как все это происходит в Англии, из Англии это все сортируется, отсылается, но не суть. Суть в том, что если вы видите, и если вам интересно, это у кого накрученные подписчики, то знайте, что если человек перевалил за 100 тысяч, далеко за 100 тысяч, у него нет серебряной кнопки, это говорит только о том, что человек накрутил себе подписчиков. А многие накручивают и просмотры. Зачем это делать, я не понимаю. Я не стал бы это делать только для того, чтобы не рисковать своим каналом, своим трудом, который идет уже пятый год. Потому что все равно, когда это всплывет, такие каналы забанятся, и больше вы не сможете его восстановить. Зачем мне это нужно? А очень легко проверить, накручены у тебя подписчики или нет. Сейчас очень много программок. Заходите в эти программки, вводите любой канал туда, и вы получите статистику, как у человека развивались, поднимались подписчики. Если вы посмотрите, то все 4 года мы с вами развивались равномерно. Количество подписчиков было примерно 3000 плюсом, где-то 1400-1500 отписывалось. Вот так примерно 1500-2000 ежемесячно подписчиков мне и приходило. И по итогам, после 4 лет, у нас с вами большая армия очень грамотных людей, которые, надеюсь, объединены одной мыслью, одним движением, одним импульсом. Это также очень-очень важно понимать, разбираться, что, куда, зачем. Ведь сейчас нас пытаются разделять, разделяя и властвуй. Делить нас на нации, на религии, на другие какие-то принадлежности. Но это, друзья, абсолютно, абсолютное зло. Это все равно, что вдумайтесь спрашивать у вас или у вашего ребенка, кого он или вы больше любите, маму или папу. Понимаете, это абсурд. И делить людей на земляные участки. Как так можно? Я родился на этой земле. На всей этой планете я не хочу себя причислять к тому или иному земельному участку. Тем более, что когда сейчас у власти практически везде, в любой стране сидят уроды. Не может нормальный человек пойти во власть. А если он пошел, то он либо становится уродом, либо его оттуда вытесняют. Нормальный человек никогда не продвинется во власти. Да и не захочет туда идти. Поэтому, друзья, не важно какой вы национальности, важно какой вы человек. Не важно где вы родились. Живите там, где хотите и где вам удобно. Где вашей семье лучше. Где есть будущее у ваших детей. Вот что важно. Все остальное придумано только для того, еще раз повторяю, чтобы было легко и просто управлять массами. Чтобы сталкивать народ с народом. Религию с религией. Я думаю, что здравомыслящие люди это все прекрасно понимают. Ну все, друзья, я приехал уже в зал. Надеюсь, вы также будете оставаться на канале, будете активными участниками канала. А я буду стараться также делать для вас полезную работу. Всем пока. Увидимся в тренажерном зале. Вот такие вкусняхи новые взял попробовать себе от 5% Рич Пиано. Чего здесь только нет. И защита суставов, и стимуляция выброса гормона роста, напиток перед сном. И различные формулы, которых еще не знаю. Естественно, БЦАшки различные. Реал Фуд. Это я, чередуя с бананом, ем после тренировки сразу. Защита печени, органов, менталити. Но это я буду употреблять, использовать перед хоккейными матчами для концентрации. И вот давно мечтал попробовать яичный протеин. Кристаллизованный, чистейший, вообще отличная штука. Один из лучших источников белка, вообще, в принципе. Такие вот штуки. Много, видите, не знаю, насколько мне хватит. Самому интересно. Потом как-нибудь расскажу вам, почему я взял Рич Пиано. И как грамотно вообще сочетать, какие продукты с чем. Что можно пить, что нельзя. Спасибо.